Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него на голове конструкция какая-то в виде зонтика на колбу приделанная. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Юриса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Юриса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Юриса и интересуемся, готовлю он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Даю команду на счет риск, сканируй. Стоп. У нас там зонтик на голове, да? Да, конструкция. Скэнер просканируй голову Юриса. Отключи эту конструкцию с этот зонтик. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Выведи это все из биополя. И как все это выходит, силами его намерения отправляется в клетку тюрьму. Пошел процесс. У него полностью конструкция глаза. Дальше шея идет к сердечной чакре. А так я его вижу. Тянется. Хорошо. Готово. Хорошо. Даю команду на счет риск. Скэнер сканирует пространство над головой Юриса под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Юриса. Находит все. У него демон. Золотой джин. У него такие высокие до локтя золотые браслеты на руках от джина. Синий дракон, рептилоид и два Грея. Вот это да. Рептилоид. И человек говорит, что в принципе у него все нормально. Плюс два Грея. Это же сколько они сидят в биополе. Нормально, нормально. Кто это говорит? Нормально, Грея. Вы знаете, кому вы это говорите? Знаешь, у него вот этот зонтик на голове, что был. От зонтика впереди свисают как игрушки, как вот у ребенка маленького. В кровати иногда вешают такие, чтобы он смотрел на них. Вот они его отвлекали чем-то. С четырех сторон у него висят разные. Отключки какие-то у этого зонтика. Хорошо, Грея. Сколько вы находились в этом биополе со своей конструкцией? 13 лет. 13 лет. Какой у нас синий дракон? Посмотри, Вера. 17-08. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? Четыре года. Хорошо. Ему нравится арт. Искусство? Арт он имеет в виду наколки. Ах, наколки. А какое отношение ты имеешь к этим наколкам? Оно связано как-то с вашей цивилизацией? Притягивает тебя к ним или как? Или ты являешься... Есть особенно определенная энергия у того, что вы заливаете под кожу. У тех, кто заливает под кожу. Понятно. И эта энергия продолжит свою мысль. Что это за энергия? Это арт. Это краска с кожей. В сочетании дает определенная энергия. И ты чувствуешь себя... Мне это нравится. Тебе это нравится. Но не притягивает тебя эта энергия, потому что, в принципе... Я видел часто драконов, делают себе наколки. Тогда я могу понять. Я не знаю просто, есть ли у них наколки с драконом. Тогда я тебе не задавал этот вопрос, драконы. У этих энергий определенный запах. Ты их чувствуешь, этот запах. Ты чувствуешь его, да? Да. Хорошо. Идем дальше. Какой у нас джин золотой? Посчитай цифры. Восемьдесят девять пятнадцать. Удивлен немножко. Кто делает золотой джин восемьдесят девять пятнадцать в этом биополе? У тебя есть контракт с ним? Мы работаем. Контракта нет. Джин, давай ты будешь все-таки отвечать на мои вопросы, если ты хочешь уйти со своей челмой и всеми своими кольцами и серьгами магическими. Согласен. Задай, пожалуйста, правильный вопрос. Сколько ты находился в этом биополе? Два года и восемь месяцев. Контракта у тебя нет? Обоюдный контракт на его тщеславие, самовлюбленности. Да ты что? И два года назад этот контракт действует в этой жизни или он был до этого заключен? Это на это воплощение контракт? О чем мы говорим сейчас? Я повторюсь, контракт словесный. Что ты ему пообещал? Всего согласия. Хорошо, ты к нему пришел во сне. Кем ты к нему предстал? Конечно, финансовое благополучие, которое он искал и продолжает искать. Но он и будет его искать. Я ему уже столько дал. А взял? Немножко взял тоже. Джин, давай все-таки с тобой еще раз. Ты будешь со мной откровенно разговаривать. Я знаю, что ты забирал восемьдесят процентов энергии у него. Восемьдесят процентов благосостояния эту энергию. Только на этом ты можешь свои золотые монеты делать. Если ты считаешь... Посмотри, как красиво я его украсил. Золотые браслеты до самого локтя подарил Джин Щедрый. Джин сейчас ходит по лезвию ножа, очень опасно двигаясь. Джин не понимает, куда он попал. Джин не понимает, что он может потерять в этой комнате диагностики, если он так со мной будет общаться. Что неправильно объяснил Джин. Я у тебя спрашивал за твои браслеты. Я у тебя спросил, что ты забирал у него? Что ты ему дал? Энергию вырабатывал. Сколько процентов из ста процентов? Когда я сказал, что мы вместе работаем, это значит, я его желание выполняю, наряжаю его в золото, а он выдает энергию, которая приносит мне богатство. А ему что приносит эта энергия? Работа. Вот об этом я и говорил. Идем дальше. Демон. Какой у нас демон? Тринадцатый. Тринадцатый герцовый демон. Почему ты находишься в этом биополе? У тебя контракт или на что зашел? На самоуверенность. Ну это твоя чистота. А что же там за самоуверенность такая, что демон тринадцатый герцовый заходит? Трудно ему продвигаться. Застрял он, потому что слышит только себя и редко других. Понятно. Мне это о чем-то говорит. Хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии в процессе работы. Возможно, я буду задавать еще вопросы. Значит, обращаюсь сейчас ко всем. У вас ни у кого нет контракта, кроме устного контракта с Джином? Нет контракта. Хорошо. Даю команду тонкой копии Юриса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужих, получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в пятьдесят раз. Скэнер пока идет реверс. Просканирую полноту души Юриса. Девяносто восемь. Где два процента, Грей? В конструкции. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливаем фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Юрий забирает все чистые, светлые и божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Усилие потоки в пятьдесят раз. Готово. Хорошо. Начинаем тогда с рептилоидов игры. Рептилоида игры. Выходите игры. Снимайте конструкцию. Отключайтесь полностью. Ничего не забывайте. Возвращайтесь назад в клетку. Докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если вы что-то забудете, вы можете сгореть. Готово. Два процента еще в конструкции. Нет, вернулись. Хорошо. Скэнер сколько? Полнота души. Юриса. 100. Отлично. Синний дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Готово. Хорошо. Джину золотому выходить не надо. Он может собрать все, не выходя из клетки. Собирая, втягивая всю свою пыль. Забирая все свои подключки. Отключайся полностью. Докладывая о готовности к проверке. Приступай, Джин. Он притягивает как магнитом всю эту пыль, эти браслеты все они крошкой в крошку превращаются, возвращаются в Джин. Отлично. Готово. Хорошо. Демон, скажи мне, есть лярва в биополе Юриса? В ногах у него ляра. Хорошо. Хочешь их получить? Хочет. Хорошо. Выходи. Вытаскивай сначала. Снимай все, что ты оставил в его биополе. На месте доложишь, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него на ногах подключки. А в ногах у него не лярва, а серость негатива, которая скатывается туда. Со временем он станет черной лярвой. Он все снял. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы, находящиеся в его биополе. Приступай. Готово. Включаем внутренний белосвет Юрий с этим светом. Выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационные. Находящийся в его биополе. Свет пошел. Остаточная энергия, начинство интерферентов тоже выходит и все формируется в шар. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю и даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Юрису, помогая моей энергией отстегнуть ему все каналы. На счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают все каналы. Все отлетели, Вера? Да. Открывается воронка в галактическое ядро. Уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Отлично. Идем дальше. Демон хочет получить эмоциональный фантом? Хочет. Тогда дашь мне информацию о первопричинах, из чего все вытекает. Договорились? Договорились. Выходит эмоциональный фантом Юриса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Все это низкоэбрационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. У него вышел фантом, он серым цветом и голова вверх задрана. Голова вверх задрана. Хорошо. Сворачиваем эти энергии в шар. Юрис, эти энергии, которые вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Понял. Вы готовы расстаться с этим? Готов. Хорошо. Забираешь демон? Давай. Отправляю демона. Слушаю. Может, только грусть и скука подчерпну из произнесенного. Здесь другое. Здесь превосходство над другими людьми. Из этого определенные реакции его поведения. Они распространяются на людей. Его реакции и ответы. Некоторых людей ответы неприятны, оскорбляют и унижаются. Это не значит, что он ругается. Это значит, что он с превосходством дает свой ответ, но получает взамен раздражение и обиду от человека. Эти негативные реакции скапливаются в его ногах. Он не всегда понимает, как его ответы и реакции влияют на окружающих его людей. Ему нужно задуматься над его правильными словами, интонацией, насмешками, превосходством, как я сказал. Какой развернутый ответ, демон. Ты, как психолог, на все обратил внимание. Признателен за этот ответ. Вопросов у меня к тебе больше нет. Ты получил все, что ты хотел, все, что я мог тебе дать. Хорошо. Ты уйдешь первым. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяяя. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяяя. Готово. Хорошо. Джин, мы контракт твой не обнаружили, возможно, потому что он был устный заключенный. Ты уверен, что ты с ним заключал контракт? Устный, устный. Согласие его было. Давай проверим. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, юрист должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готово. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. И договора. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него есть соглашение золотое с Джином и есть фантомные договора. Фантомные, значит, уже отработанные, а этот мы должны аннулировать, если он активный, если есть соглашение. Юрис, вы готовы расторгнуть деньги контракта? Готов. Повторяйте за мной. Внутренняя власть по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Значит, соглашение было составлено на желании наживы или больших денег. Такие слова идут. Хорошо. За все надо платить своей жизни. Любое желание имеет свою цену. Энергии вернулись. Хорошо. Открывай воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты и договора уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин. Контракт аннулирован. Ты больше в это биополе не придешь. Тебе это понятно, да? Понятно. Готово уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте золотого Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес уходить на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Рад тебя слышать. Ли, посмотри, пожалуйста. У меня здесь рептилоиды, два Грея с конструкцией. 13 лет находились в биополе. Не могла бы ты прокомментировать? Заберем на проверку конструкцию. Уничтожить. Под конструкцией открывай воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Поехали по частотам. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Юрис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Отлично. Уверена. Всю информацию, которая вам необходима, мы дали в процессе этого сеанса. Задумайтесь над тем, что говорили интерференты. Измените свое поведение. Тем самым вы забираете у них возможность войти в ваше биополе, так как они заходят на свою чистоту. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Юриса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.